День знаний на пороге. В округе завершается ремонт школ и детских садов. Мы счастливы, что выбрали нашу школу, что такой замечательный ремонт, что вот этот процесс уже радует, а дальше будет еще лучше. 35 жителей и 50 вопросов. Выездная администрация прошла в поселке Поведники. Все перспективы есть, проблематику озвучили, глава поддерживает и вопрос будет решен. Входные группы, фасады и содержание территории магазинов. В центре внимания сотрудников управления потребительского рынка и услуг. Мы проговорились сейчас с директорами, нашли с ними полное взаимопонимание, нас полностью поддерживают, и это хорошо. История города через объектив. В преддверии дня фотографии покажем уникальные ретрокадры Матич. Я патриот города, и он развивается, он растет, он становится краше. Естественно, это хочется передать, поделиться. А теперь подробнее. До начала учебного года остались считанные дни. Подготовка школ и детских садов выходит на финишную прямую. Глава округа Юлия Купецкая совместно с родительским активом оценила, как проходит капитальный ремонт в учебных заведениях. Комиссия побывала в школах номер 8, 10 и 29, а также в детском саду Ивушка и начальной школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Как готовятся социальные объекты ко встрече с учениками, расскажет Екатерина Шарыбова. В школе номер 8 продолжается капитальный ремонт здания. Этому уделяют особое внимание. Цветовая гамма полностью повторит то, что было изначально, чтобы сохранить исторический облик учреждения. Школа наша с 1951 года. Она калуарная, она маленькая. Но поскольку строение столько лет уже нашему строению, прекрасная школа, горячо любимая и родителями, и учителями, и нашими детьми, она нуждалась в ремонте. Мы счастливы, что выбрали нашу школу, что такой замечательный ремонт, что вот этот процесс уже радует, а дальше будет еще лучше. Здесь уже полностью заменили кровлю, подрядчик приступил к покраске фасада и обустройству входных групп. В спортивном зале также идут ремонтные работы. Строители уложили износостойкое напольное покрытие и заменили систему отопления. Останется обустроить декоративный экран батарей, нанести трафаретную краску, а также установить баскетбольные кольца и защитную сетку. Преобразование в лучшую сторону происходит и в 10-й школе. Там строится новый спортивный стадион. До этого в учебном заведении не было условий и заниматься физкультурой на свежем воздухе не представлялось возможным. Напомню, с чего началась эта история в прошлом году. История началась жить. Мы не просто так пришли сюда, мы не просто так увидели. Здесь у нас стояли теплицы в том году, да? Да. Но не было никакого спортивного ядра от слова совсем. И мы говорили, что здесь нужна спортивная площадка, но на которой для тишины и покоя смогут ходить жители у нас близлежащих домов. На стадионе будет три беговых дорожки, площадки для баскетбола, волейбола, футбола и зона воркаута. Сейчас выполняется подготовка под песчаное основание и почти сделан бордюр. Следующим этапом станет укладка покрытия и установка оборудования. Для линейки будет здесь, но вот как раз линейка будет напротив как раз нового ядра, который ни дети не видели, вообще не представляли, как это может быть. 11 класс и 10 вообще рады, что у нас наконец-то спортивная. Потому что, ну если честно говорить, о спортивных победах-то они у нас тоже есть. Вот вы награждали мальчика, как раз нашего красного Андрея, это наш ученик. Тем более. Да, то есть у нас есть. И у нас очень ребят много легкоатлетов, которые действительно ждут беговую дорожку. Не менее важные изменения идут и в образовательном комплексе в Поведниках. Там реконструируют здание дошкольного отделения Ивушка. Обновили практически все. Кровлю, фасад, окна, двери и инженерные коммуникации. Что у нас вещалок? Вещалок мы не трогали. Мы так сделали вентиляцию. Остановили всю полностью вентиляцию. Вытяжную зонты поставили. Но сегодня привезли уже новые холодильники. В конце месяца в сад завезут новую мебель. А до этого времени будут закончены все ремонтные работы. Как в самом здании, так и на территории дошкольного учреждения. Практически такие же работы ведутся в детском саду для детей с ограниченными возможностями здоровья на Новоматищинском проспекте. Изначально здесь планировали сделать только косметический ремонт. В процессе демонтажа коммуникации выяснилось о том, что сад не подлежал никакому ремонту. Глава приняла решение. Мы поменяли 100% электрику, канализацию, ливневку, отремонтировали полностью кровлю. И сейчас, на сегодняшний момент, все то, что было больше 40 лет, мы 100% поменяли. Здесь также предусмотрели и новые расширенные переходы для маломобильных детей. А на крыльце и лестницах появятся памбусы. Строительные работы на всех объектах будут завершены к концу месяца. И уже 1 сентября в обновленные школы и детские сады смогут пойти юные жители округа. Екатерина Шарыпова, 1-й Матищинский. Рабочая группа администрации совместно с инициативными гражданами проинспектировала, как продвигается строительство школы на 1100 мест на улице Мира. Возобновление работы ждали сотни жителей. Поскольку микрорайон густонаселенный, этот объект здесь крайне необходим. Застройщик увеличил количество рабочих и ускорил темпы строительства. До конца года там должны завершить работу по установке основной бетонной коробки и закрыть тепловой контур. Уже залита плита, забиты сваи, идет заливка стен, захватка справа от нас, ближе к Яузе. Уже залито перекрытие подвала. То есть это уже дальше будут расти этажи. Когда мы выйдем на второй этаж, на первый этаж заходят уже инженерные сети и так далее, окна, фасады. Здесь темп должен быть такой, что отрыв одних видов работ от других, один-два этажа, а не больше. Как отметили жители, на объекте виден прогресс. Наша максимальная задача, чтобы достроить это все к первому сентября, следующего года. Ну, потому что, ну, давайте честно и будем, да, то, что будем контролировать. Мы приезжаем, вот, Алексей Геннадьевич, здесь сотрудники каждый, ну, даже день через день. И снимают из коптера, да. Плюс у нас дорожная карта со сроками исполнения. И самое главное, мы же сейчас еще подкрепляемся судебным решением. То есть оно у нас одно есть, у нас еще сейчас будет второе с указанием графиков. Потому что если будут нарушения, то там будет очень серьезный санкций. Поскольку территория будущей школы не позволит разместить полноценное спортивное ядро, было принято решение оборудовать его в гимназии номер 17. Она находится по соседству с будущей школой. Стадион и площадки для занятий разными видами спорта станут общими для двух образовательных объектов. Напомню, открытие школы запланировано на 1 сентября 2024 года. Администрация округа осуществляет ежедневный контроль за выходом строителей на объект, чтобы долгожданное учреждение было сдано в срок. К другим темам. Более 50 вопросов жителей разобрали в ходе выездной администрации в поселке Поведники. Такую встречу для сельчан в этом году проводят не впервые. А все потому, что этот формат особенно востребован матищенцами, которая видит конкретные результаты своих обращений. На прием пришли 35 жителей. О том, что волнует их больше всего, выяснял Сергей Берзин. Работа выездной администрации началась с приятных минут. Жительницы деревни Жостова Марье и Елена Ивановы преподнесли цветы, выращенные на своих садовых участках, главе городского округа в знак благодарности за те улучшения, которые произошли в деревне за последний год. И именно благодаря работе выездных администраций. Нам очень помогли, нам делают дороги, нам провели освещение. Ну вот все наши пожелания исполняются, все. Поэтому мы пришли только со словами благодарности. Можно поблагодарить от всей души. Как принимаются решения на выездной администрации, многие жители знают на конкретных примерах из своей практики. Важно четко сформировать свою позицию. И в первую очередь решаются, а точнее сдвигаются с мертвой точки, проблемы застарелые, которым не один год. Здесь же и депутаты решают вопросы по социальной проблематике. Выездная администрация, они как раз объединяют все уровни власти. Это даже не стиль сегодняшней власти. Это сущная необходимость работы власти. А власть должна оперативно реагировать на пожелания жителей, на их проблемы. И вот этот формат, он дает возможность это делать. Моментально реагировать для решения проблем. Есть проблемы, которые не решались десятки лет. И понятно, что за одну встречу ее решить невозможно. Потому что, как правило, такие проблемы, они влекут целый комплекс мероприятий. Начиная от юридической оценки, заканчивая конкретными шагами конкретных управлений. Нередко конфликт с местными жителями вызывают амбиции очередного собственника земельного участка, который обещает одно, а на деле строит другое. Тогда приходится брать вопрос под личный контроль и выезжать на место. Земельный вопрос, межевание территории, самозахват – это практика чуть ли не ежедневная. Но юридически правильное решение всегда находится. В садоводчинском товарище Борисовка давнишняя мечта – устройство тротуара по объездной дороге. Лишних метров не бывает. Они здесь на вес золота. Но тротуар-то крайне необходим. Все перспективы есть. Проблематику озвучили. Глава поддерживает. И вопрос будет решен. Перспективы есть. И в каждом вопросе это главное. Значит, будет результат. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый Матищинский. Очередная встреча с жителями прошла в Матищих в рамках реализации программы «Умная коммуникация». Лидер общественного мнения Егор Феоктистов выслушал вопросы мытищинцев, проживающих по адресу «Коллективная-21». В следующем году этому дому исполнится 85 лет. На встречу удалось поднять несколько вопросов. Капремонт фасада и кровли, замена забора и опиловка деревьев. По инициативе главы городского округа Матищ Юлии Олеговны Купецкой, в соответствии с принципами губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, житель всегда прав, мытищик реализуются программой «Умной коммуникации». Было принято решение осмотреть на ремонтопригодность лестницы внутри дома, о замене ограждения, как мы с вами видим, штакетника, который у них есть, жители попросили его поменять, это тоже все это будет выполнено. И по поводу кровли. Мы на все взяли неделю, за неделю мы все разберемся и все сделаем. Всего в доме 8 квартир, поэтому активными участниками встречи стали почти все жители. Они отмечают, что благодаря формату общения, который предполагает «Умная коммуникация», удается эффективно решать вопросы ЖКХ и благоустройства. Это отражает главный принцип губернатора Андрея Воробьева – житель всегда прав. Что значит родиться в этом доме? Ну, он родной, он родной и хорошо нам живется в том плане, что мы большие квартиры. Сейчас сдвинулась у нас действительно, потому что текла крыша. Сейчас благодарна тому, что администрация вмешалась и нам какая-то помощь оказывается. Надеемся, что нам и фасад поменяют, и немножко благоустроят двор. По итогам встречи жители подписали протокол, куда внесли дополнительные пожелания. Реализованы они будут в ближайшее время. Далее короткая реклама. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжаем выпуск. Содержание прилегающей территории, внешний вид фасадов и входных групп оказались в центре внимания членов комиссии в составе заместителя главы Павла Нуштаева и начальника управления потребительского рынка и услуг Елены Подмарковой. В процессе обхода они проверили несколько сетевых магазинов. Один из самых узнаваемых торговых брендов отличается ярким оформлением, но не обходится без проблем содержание прилегающей территории. В ситуации разбирались мои коллеги. Любой уважающий себя магазин виден издалека. Во всяком случае, каждый директор хотел бы, чтобы было именно так. Хотя, если подойти поближе, можно найти и изъяны. И если покупатель чаще всего не обращает на это внимание, то начальник управления потребительского рынка и услуг пройти мимо не имеет права. Ведь речь идет об общей культуре торговой сети. Это очень плохо. То есть, еще раз говорю, вы руководитель магазина, вы отвечаете не только за то, что внутри, но и снаружи. Соответственно, если вы видите, что что-то развитое главного инженера. Содержание прилегающей территории, внешний вид фасадов и входных групп, утилизация отходов. Вопросов немало. И подчас именно от них зависит внешний вид улицы. Больше, конечно, всего вопросов у нас к содержанию прилегающей территории, к содержанию входной группы и к содержанию фасадов. Мы проговорились сейчас с ректорами, нашли с ними полное взаимопонимание, нас полностью поддерживают, и это хорошо. Но это только начало большой работы по проверке всех торговых точек городского округа, а их несколько сотен. Увы, есть и такие, передвижные. Фермер продает свою продукцию. И, как это нередко бывает, без необходимых документов. А у покупателей это наоборот, не вызывает вопросов. Многим так удобнее, так привыкли. Русь по предназору, я тоже не сомневаюсь, что они уведомлены, что здесь подается. Потому что мы уже сюда ездим, тоже 20 лет. А кто его знает? Я верю, что хорошее молоко. А кто его проверял? Конечно, никто не проверял. Нет никаких сертификатов качества. Но ведь это обязательное условие для правильной торговли. Российская межведомственная комиссия, где представители всех служб присутствуют. Присутствуют, что все-все-все-все-все. Ну, новое и не новое, тем не менее, это наоборот. Это наоборот закон, пожалуйста, мы только за, чтобы жителям неудобно пооформить. Правильно оформить все документы можно через портал госуслуг. Это абсолютно несложная процедура. После подачи заявки вне ведомственная комиссия узаконит действия продавца. Тем более, что у жителей эта торговая точка пользуется спросом. Есть еще над чем поработать. И крупным торговым организациям, и индивидуальным предпринимателям. Сергей Берзин, Первый, Мытищинский. До празднования Дня города осталось 16 дней. 2 сентября мытищинцев ждет грандиозное шоу. Организаторы подготовили более 60 мероприятий на территории всего города. Среди них яркие фестивали, увлекательные мастер-классы, уникальные спектакли, веселые концерты, интерактивы и многое другое. А пока предлагаю вам посмотреть нашу рубрику «Мытищи, мы вместе», в которой наши граждане делятся своими историями и поздравляют наш город с 400-летиями. Сегодня поздравления звучат от руководителя предприятия, благодаря которому о мытищинстве знают по всей стране и за ее пределами. Слово коллективу «Метровагонмаш». Дорогие жители городского округа «Мытищи», от лица предприятия «Метровагонмаш» поздравляю вас с Днем города. Мытищи славится богатой историей и давними традициями. Сегодня наш город – один из самых крупнейших центров культуры, науки и, конечно же, промышленности Подмосковья. Только в таком динамично развивающемся, благоустроенном и комфортном городском округе возможно развитие промышленных и производственных предприятий. «Метровагонмаш» на протяжении 126 лет является частью истории городского округа «Мытищи». Слова благодарности нашим труженикам, общественникам, всем тем, кто каждый день работает на благо родного города. Наш город не раз был запечатлен в объективе фотокамеры. Мастера кадра находят здесь тысячи источников вдохновения. Причем как 10, 20 и 30 лет назад, так и сегодня. В преддверии Всемирного дня фотографии уникальными ретро-снимками «Мытищ» с нами поделился фотохудожник Сергей Миронов. Он помнит, как менялся наш город, ведь «Мытищи» становились главным героем его работ на протяжении 50 лет. Историю округа через объектив расскажем в рубрике «Работано отлично». В объективе фотоаппарата наш округ становится другим. Буквально на мгновение затвора камеры жизнь в городе замирает. Тогда-то и можно на снимках, в деталях рассмотреть улицы и архитектуру города, лица людей и природу. Фотографии способны даже через много лет с точностью передать в одном кадре то, что было запечатлено когда-то. Сергей Миронов фотографирует «Мытищи» более полувека. Любовь к этому искусству появилась еще в школе. Уже в 13 лет он снимал городские окрестности на советский шкальный фотоаппарат «Смена-2». Шараповка для меня – это место, где я родился, где жил, дружил, учился с 1 по 10 класс, ныне снесенной школе, 14. И мои снимки тех времен, старых, 70-е годы, 80-е, вот один из них представлен здесь. Но это уже печальная история, когда Шараповка ломалась. То есть вот этот частный сектор был сплошной. Вот сейчас мы стоим, здесь вот дома стояли, просто частные дома. За ними шли бараки. Сегодня, когда началась эта застройка, естественно, мимо не могу пройти. Я хожу, фотографирую, пытаюсь найти какой-то интересный ракурс. Сергей не представляет свою жизнь без фотографии. Говорит, что это безграничная среда для раскрытия творческого потенциала. В его объектив попадает все – здания, природа, пейзажи, люди. Сергей, что вы больше всего любите фотографировать? Мой жанр любимый – это портрет. Хотя, признаюсь, городской пейзаж меня тоже нравится. Почему? Потому что я патриот города. И он развивается, он растет, он становится краше. Естественно, это хочется передать, поделиться. Сегодня в архиве фотографа сотни тысяч снимков. Его работы используют в изданиях об истории нашего города. В книге «Мы строим новые мытищи» опубликованы редкие кадры. И вот конкретно я писал статью, так как я родился на Шараповке, вот все про Шараповку. Это я маленький, это 60-й год. Сколько вам лет? Ну, мне лет 5-6, наверное, было. Вот, и тут машинка уникальная, мой отец, и вот Шараповские ребята. Им было приятно, я как-то выложил в интернет эту фотографию, и многие нашли. Сейчас мы фотографируемся, снимаемся как раз у Огнива. Тоже, опять же, вот все у нас вот так вот, и вот вся изюминка, что она, видите, раскрывается. Здесь старые новые фотографии, то есть было и стало. В этом и прослеживается уникальный почерк Сергея Миронова. Автор делает фотографии, с помощью которых можно воскресить в памяти то, чего нет в реальности. В 1900 я пришел с армии, в 76-м, в 77-м где-то год. Я умудрился забраться на крышу этой девятажки, их было всего две. И сфотографировал панорамно Новомытищинский проспект, вид на железную дорогу. Ну, и, соответственно, здесь стояли улицы Лесная, частные дома. И вот в прошлом году мне очень посчастливилось опять попасть на эту крышу. И вот я повторял этот снимок, если в сравнении, конечно, это просто сказка. Потому что что было и что стало, о чем я всегда говорю, мытищи хорошие. Сейчас Сергей Миронов находится на заслуженном отдыхе. И хотя у него есть запись в трудовой книжке «Фотограф», себя он относит к фотолюбителям от слова «любить». Меня спрашивают, почему весь секрет твоих фотографий? Я говорю, надо любить, надо уметь любить. Любишь что-то, всегда получится. Без любви, к сожалению, ничего. Фотопутешествие во времени будет продолжаться. Есть еще много и ретро-снимков мытищ, и новых фотографий микрорайонов города, которыми автор планирует поделиться в ближайшее время со зрителем. Екатерина Шарыпова, Денис Корнев, Первый Мытищинский. Летняя спартакиада дворовых команд подходит к завершению. Полтора месяца юные спортсмены соревновались в восьми видах спорта. Предпоследнее состязание. Фларбол. Традиционный вид летней спартакиады. Его правила просты. Четыре игрока в поле, один вратарь. Таймы по 12 минут. Игра идет пластиковой клюшкой. Ребята, которые увлекаются этой разновидностью хоккея, освоили хороший уровень. Игра хорошая. Мне понравилось, что наша команда выиграла в первом раунде. Как тебе с матчишками играете? Нормально. Первенство оспаривают пять команд. Лучшую определят по итогам соревнований. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды. Помните, Первый Мытищинский есть и в социальных сетях. Следите за жизнью города в нашем телеграм-канале. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин